Здравствуйте! Вы смотрите Утро России Чувашия. В этом году исполнилось 100 лет со дня смерти героя Первой мировой и военачальника гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. В честь памятной даты в Национальном музее провели экскурсию. По передвижной выставке обсудили возможные версии гибели знаменитого Ночдива. Приходя на экскурсию, посетители чаще всего задают вопрос, а как на самом деле погиб Чапаев? Причем иногда следом сами называют какие-то невероятные версии, признается заведующий музеем Чапаева Денис Тетрайкин. О последних часах жизни Ночдива мало что известно, но научные сотрудники музея смогли собрать в фильме наиболее достоверные сведения. В нем назвали три версии гибели Василия Чапаева. По одной пули могла настигнуть уроженца Чувашии во время переправы через реку Урал. Однако правдой может оказаться и мнение уральского казачества. Конечно же там тоже она изобилует многими неточностями, но тем не менее эта версия также имеет право на жизнь. Эта версия гласит о том, что действительно надо отметить, что диверсионный рейд вот этот был очень тщательно продуман и якобы Василий Иванович Чапаев погиб одним из первых в ходе уже штурма самого штаба дивизии. Согласно третьей версии, тяжело раненый Чапаев погиб на берегу после того, как его переправили сослуживцы. Они же и скрыли тело Ночдива, чтобы избежать глумления. Такими гипотезами поделились научные сотрудники музея, после чего в зале начали бурно обсуждать, что же из этого может оказаться правдой. Некоторые гости высказали и собственные догадки. На вечере также презентовали книгу памяти 25-й стрелковой дивизии. Это электронная база данных, которая постоянно пополняется. Сейчас в ней 11 разделов. В них систематизированы воспоминания сослуживцев Чапаева, генеалогическое древо, расписаны этапы становления и награды Ночдива. Почти 3000 людей с начала года обратились за бесплатной юридической консультацией в комплексный центр социального обслуживания в Чебоксарах. Безвозмездную помощь юриста может рассчитывать 41 категория граждан. Среди них инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий, дети-сироты, усыновители, малоимущие. Все участки, на которых консультируют правоведы, отмечены на интерактивной карте. С ее помощью можно выбрать удобные адресы и узнать контакты. Чувашский государственный театр «Кукол» открыл 75-й сезон показом известной русской народной сказки «Коза Дереза». Постановку готовили режиссеры из Чеченской республики Рустам Шахгиреев и художник из Волгограда Любовь Запускалова. Премьера сезона адресована самым маленьким зрителям. Спектакль про отделки «Козы Дерезы» поставлен в классическом ширмовом варианте с актерской игрой и тростевыми куклами. В нем приняли участие артисты нашего театра Петр Клементьев, Алина Каликова, Светлана Кокшина и Алифтина Тимофеева. Следующий показ нового спектакля запланирован на октябрь. А на этой неделе в театре можно посмотреть сказки «Мулкачин Дерюжи» на чувашском языке, а также «Машенька и медведь» и «Кот в сапогах» на русском. На этом у меня все. Хорошего вам дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин